Я за то, чтобы это все было естественно и живо, иначе это мне интересно смотреть постановку. Геннадий, хочу пригласить тебя обратно. Дорогие друзья, и снова здрасте. Мы как-то вылетели из эфира, и мы прекрасно провели время. И без вас, простите. Заново, на всякий случай, мы вам все скажем. Но прежде всего я хочу поблагодарить Вадима Мальцева за приглашение в Петербург. И Геннадий, не случился бы оффлайн петербургский так быстро, если бы тебя не привез в ночной поезд? Красная страна. Меня привез в Гранд Экспресс. Но море не вернулось. Вот эту песню мы здесь спеть не можем. Но Вадим, встретив меня вчера, прокатил меня по моему любимому городу. И по новым местам. И по новым местам, по новым адресам. И я была впечатлена. И, конечно, подсветка города была зажжена Вадим вами тогда, когда мы уже подбежали к отелю в Миралтейском участке. По щелчкам. По щелчкам. И это был такой закат, который... Это вход сейчас в пульт управления автомобилем. Да. Да. Дорогие друзья, Вадим Мальцев, дизайнер вот этого прекрасного стакана, пара которому осталась в городе Гибралтаре в отеле The Rock. С моей лёгкой руки. С твоей лёгкой руки. Разбился на счастье. Разбился, несомненно, на счастье. Есть ещё вот такие прекрасные бокалы. И вообще, Вадим замечательный дизайнер. Вот это да. Маташа его работает. Здесь в перспективе. Надо сказать, что мы сегодня в дневное время дня провели в баре на Советской улице. На 8-й Советской улице. Дом 4. Во дворе этого дома. Прекрасный адрес. Lighthack. Петербург. То есть здесь есть продолжение серии. Может быть это был хороший знак. Иначе бы мы не встретились здесь. И я бы не увидела всю вашу перспективу. Как вы это делаете. И никто лучше тебя, Геннадий, не фотографирует этот бокал. Но у него есть данные. Он очень фотогеничен. Бокал действительно фотогеничен. И айфон берет все статьи. Совершенно замечательный портретный режим. Свет преломляется. И в общем ничего особенно не надо придумывать. Ты знаешь, я же... Сейчас ты снова начнешь. Я был в Ростове. Я стенал. Пару дней назад. Неужели? И ты знаешь, когда я въехал в отель 39. Бутик отель 39. Но лучше у меня на 39. Ростове. А как меня принимали в этом отеле? Значит, во-первых, люди смотрят нас, Татьяну. Во-первых, на столике стояла бутылочка небольшая просветка. Это небольшая туманка? Небольшая. Действительно, небольшая туманка. И рядом с ней лежала открытка, сделанная из фотографий этих бокалов, с цветами стоящих на краю бассейна в Инкосомбелусе. А на кровати было выложено вот таким вырезанными из черной бумаги буквами шампанское по четвергам. Наверное, было четвергам. Ну, а теперь это все шампанское. Теперь это все игристое, во-первых. Да, теперь это все. Мы должны переделать в игристое по форме. Давай сделаем такой эфир, потому как пришло время действительно нам с тобой сопереживать. Мы не обсуждали с тобой никогда эту историю. Ты путешествовала, я путешествовала. И, вы знаете, Вадим, комплимент на том, что он пошел другой. Никто такого не видел. Скажите, я приехала в город своего детства, и я путешествую со своей мебелью. Ну, 40 фут контейнер обычно загружен. Не то, что, Татьяна, в Петербург сейчас приехала с 40-футовым контейнером, но переезжая с одного места постоянного, относительно постоянного жильца на другой, Татьяна действительно возит с собой большое количество... Ну, все свои модули, с которыми я могу... Главными по весу, главными по, так сказать, содержанию в этих контейнерах всегда были и будут книги. Это правда. И когда я выставила свои модули в новом лофте, и модули прекрасно, я их умею расставить, и это мой быт. И люди, попадая ко мне, они замолкают, и я вижу испуг. И я вот этого тоже теряюсь, потому что вот эта пауза, она затягивается, и я начинаю суетиться. Я не знаю, как оправдываться. И все они прекрасны, и книги нравятся, и тряпочки нравятся, и высота потолка нравятся, и... ну, многие вещи нравятся. Скажите, иметь нестандартный интерьер? Это... Это исключительно. Он переподключается. Попробуйте подключиться к Wi-Fi, я вам сейчас... Сделайте это сам. Но вы не расстраивайтесь с этим. Не-не, я не переживаю. Главное, чтобы... Вадим, вы можете прятать провод, пожалуйста, в карман побольше, чтобы он не начал. Вот здесь, да? Да-да. На собаку. На собаку. На собаку. На собаку. На собаку. На собаку. Ну, как будто бы он опять в прямом моменте. Да, мы все в эфире. Мы все в эфире? Да. Мы в эфире? Он мясник, да. Может быть... Советую выключить автобокировку, тогда. Странно. Значит, здесь что-то. Странно. Ну, друзья, мы снова в эфире. Вроде как. У нас... Санкт-Петербург, старожилищный фонд. Вай-фай. Не тянет. Ну, зато тянет очень в вопрос. Они толкают друг друга. И действительно. Значит, как вы предохраняетесь от запросов? Я хочу такой интерьер вот чуть-чуть от Милы Кунис. А еще от Анджелеми Джоли. И как... Или вот как у подруги. Знаете, у нее так хорошо, мне нравится. Хочу у себя так все переделать. Или это хороший стандарт? И как не бояться жить в своем собственном интерьере? Хороший ли или плохой, наверное, я не могу оценить. Но я бы сказал, что мои клиенты приходят за индивидуальностью. И, конечно же, они не хотят, чтобы их интерьер был повторен. Или пришли бы с какими-то референсами и сказали бы, сделаем нам то же самое. Такого не бывает. Чаще всего мы всегда идем на эксперимент и на создание каких-то исключительных предметов, атмосферы. Окей. Ну, как вот вы приходите, это что там, предположим, это старый жилой фонд. Да. Когда соединили люди две квартиры, у них получилось там, условно говоря, 250 метров. Да. Что вы им, с чего начинаете все? Помнишь, какие мы квартиры искали? Не напоминай. Мы начнем обсуждать рик. Скажем так, референс, идеи. Что вдохновляет, что нравится, лайфстайл. Да. Все. Образ жизни. Что вы занимаетесь? Да. Каких книг вы читаете? Что ваше? Что ваше хобби. Да. В какие игры активно играют ваши дети? Как часто они играют в футбол дома? Сколько мальчикам? Задаете вы такие вопросы? В рояле или пианино. А, да? Да. Конечно. Стол со скатертью или без? Этого тоже спросите? Скорее всего спрашиваю. Сколько тысяч томов составляет ваша библиотека? Обязательно. Сколько тысяч томов в целом библиотеке? Ты считал? Я пока не читала, я не веду эксклейбер. Скажите, Вадим, откуда взялись ваши книги? Как появилась ваша библиотека? Моя библиотека – это книги, которые я привез из дома, из своего родного города, и те книги, которые мне подарили и дали родители. Это те книги города, да? Кончегорс. Можно сказать. Это книги, которые для меня, которые мне подарила Алима Уарина. Это мама моей подруги, которая сейчас живет в Нью-Йорке. И эти книги ставили… Это книги на русском. Эти книги на русском, да. Это очень исключительные книги. Это книги 1948 года, это книги начала века. Это книги Леона Фихтфангера, например, из «Виноградники». Это книги, как у вас… Да. «Чудесные Фальконе». Фальконе, да. Или «Раден». Это книги… Это книги… Это книги… Это книги, где нашла Фальконе. Здесь на полке у Вадима. Здесь. Все здесь. Я знаю, что тебе понравится. Да-да, я просто сразу вспомнил, что Фальконе был привезен в Санкт-Петербург Екатериной. Был вывезен с Северской мануфактуры, где он был шефом скульптурного департамента. Да-да. Королевской мануфактуры. И это в каком-то смысле даже на некоторое время осложнило взаимоотношения Франции и России. Да, поставщика и заказчика. Потому как, естественно, сервизные кладовые этажи, они ведь формировались и поставками Франции, и конкуренцией прекрасных стекольных и фарфоровых заводов России. И рядом с вашей Большой Посадской находились. Через реку были. Прекрасная семья. Прекрасная наша с тобой, наверное. Но... Корниловы. Я думаю, из любимых, правда? Мы с корнем сынах Корниловых. Они уникальны. Мамаша и сыновья Корниловых. Я знаю, что ваш брат тоже работает здесь у вас в бюро. Сына. Петр Мальцев. Да. И я знаю, что мы приехали сюда брать в Чивас. Поэтому мне нравятся такие семейные истории всегда. И как работать вместе, как продолжать семейное дело, как создавать... Только что были братья Буррито. Браво. Большая посадка. А Выбышева? Выбышева 30. Прошли через роскошные дворы. Если кому-то нужен мой маршрут, кто-то спрашивает, часто спрашивает. А мы хотели бы пройти с вами. Я вас проведу, пожалуйста. Пишите. Дорого. И, да, Вадим. Ваша библиотека, то есть это семья, это книги, которые вы, изучая архитект, архитектуру, приобретали. И это дар семьи, которая эмигрировала. Это, в общем, тоже большой такой блок из семейной библиотеки ваших друзей. Да. Это книги, которые меня вдохновляют. Это книги, которые позволяют мне создавать новые предметы. Книги и природа – это то, над чем построена моя архитектура или интерьер. То есть вы всегда отпускаете природу в дом? Обязательно. Я думаю, да. В котором есть книги? Да. Ну, книги не случайно. Во-первых, это Лагерфикс со всей его технологией, самое удобное помещение для проживания имело его библиотека. И мне этот механизм очень нравился. И я до сих пор собираю все эти архивные фотографии. Мне интересно, как это устроено. И частные интерьеры в основном – это всегда частные кадры. Это всегда или Карлу под ворохом бумаг на своем столе, письменном кабинете, на рабочем кабинете, или он на фоне своей библиотеки. И ему не нужно было давать себе референс и украшать себя, но это уникальный кадр в моем архиве. Я и Кьюбрюхнем часто возвращаюсь. И, знаете, я недавно путешествовала на Цейлоне и приехала в отель. Это действительно, я бы сказала, вы знаете эту сеть. Это Оман. Это действительно уважаемый, наверное, такой интерьер. Хороший уголь, гостиничный уровень. И это чудесный курорт. И, естественно, проводя по Кропоте, кто-то из сотрудников показал мне библиотеку. Это чудесный модуль, такой прекрасный прозрачный контейнер, охлажденный, в котором можно читать книги и любоваться вот этим пальмам, закатам, маленькой пухтой. И я подошла к полке, где были русские книги. И я просто написала им письмо. Там человек не может поцелить. Там была Дарья Донцова, ну и разные другие романы, которые берут, наверное, в четырехчасовой перелет. Скажите, если Дарья Донцова книги, то, наверное, их не нужно собираться на полке? Да, я думаю, что это не та книга, которая должна быть в библиотеке. Так получается, что все мои клиенты обладают библиотекой. У них очень большой библиотек. У вас есть чек-лист? Вы аккуратно расспрашиваете, что-то создается такое... Каждый раз с каждым клиентом по-разному. Какого-то чек-листа нет. Наверное, это мувитон все-таки учет висит. Я знаю, я знаю. Но, знаете, я занимаюсь этикетом, и светская беседа, впервые приход в дом, в чек. Это волнение, правда? И когда ты входишь в дом, первое, что успокаивает, это интерьер. Что ты выхватываешь? Наверное, ковер, фарфор, книги, вид из окна, ухоженность растений в саду или в доме. Откуда-то нужно найти тем, правильно, за что зацепиться. Не цепляется за одно, можно зацепиться за другое. Интерьер вокруг. Понятно, что я уже скоро, наверное, сорву у вас пару скетчей, и незаметно они перейдут ко мне. И мы можем с вами говорить о цвете. В своем интерьере мы можем зацепиться за каждый предмет, и нам не хватит суток. Не только языками зацепиться. Я зацепился за пластинки, мне кажется. Я приходил за пластинки, да? У меня нет пластинки. Значит, это были журналы. Они уже удалены из интерьера, потому что не пользуются. Это, кстати говоря, у нас... Я уже не помню, это просто вошло в эфир, или мы говорили тогда с пустым экраном. Мой вопрос был в эпоху диджитализации. Та же самая библиотека. Планируя библиотеку, надо думать о ее последующем расширении, или наоборот надо думать о том, что она будет становиться все меньше, и меньше, и меньше, и только там, я не знаю, кофе-тейбл-бук никуда не уйдут. Среди людей, понимающих диджитализацию, они все больше будут собирать книги. Этот запах, эти корешки, это возможность прочитать книгу, держа в руках ее. Мы понимаем, что мы можем с телефона читать роман, какую-нибудь статью и прочее, прочее. Но книга — это момент, когда вы можете погрузиться в себя, читать, расслабляться, вдохновляться. И, конечно же, мои клиенты — это клиенты, которые расширяют библиотеку. И я всегда делаю библиотеку на вырост. Это библиотека не только книги. Это журналы, это фотографии, это скульптура, это вазы. Мне очень нравится то, что вы рассказываете. Вазы — что остается после смерти родителей? Ты знаешь, Лема Милане, мою подругу. Скончалась ее мать, умер отец. Она редко бывает в России, и вдруг на ее столе абсолютно резиновый пол. Такой абсолютно Милан-Милан, дом с рингерой, все правильно. Ни одной лишней вещи, ни дизайн. Очень уютный, красивый дом. Современные женщины, которые могут путешествовать, зарабатывать сама, живут интересно и часто ужинают вне дома. И вдруг на этом столе, дизайнерском столе, появляется хрусталь, появляются эти тонкие семейные вещи. И здесь у меня до сих пор мурашки. Это такой жест. И очень часто живущие за границей сверстники, родители подростков, детей, которые вступают в шагу, в прошеннолетие. Обычно климеты дарить что-то на память. И очень часто меня спрашивают, что подарить. И даже если родители мало читают, мы все сейчас не так много читаем, как раньше, что скрывать. И я прошу их найти, заказать. Я готова помогать только их любимых книг. Пусть это будет стопка небольшая. Прошу перевязать это просто лентой и отдать ребенку. Понятно, что он 18 не будет читать эти книги. Но пройдет время. И он, не дай бог, если кто-то из родителей уйдет из жизни, и только тогда эти томики будут прочитаны. Мне кажется, вот эта материализация вкуса. И также вот сейчас время. В прошлый год многие семьи провели друг с другом. И нужно было искать тему. Нужно было отмечать день рождения без аниматоров и без ежей трассированных. И нужно было возвращаться к нашим традициям. И опять-таки вошли любимые фильмы. Какой фильм любит отец? Из трех выбрать детям круизы. И она говорит, я не знаю даже для кого мы это делаем. Для себя с мужем или для детей. Это была такая энергия. Это было такое познание. И, наверное, поэтому я приняла ваше приглашение. Нам действительно интересно. Потому что вы человек совершенно нового поколения. Работающий в Петербурге. И мы ехали вчера. И вы показывали объекты недвижимости, в которых вы работаете. И это все дома с моей тропы. Скажу честно, Геннадий знает, у меня в Петербурге есть своя тропа. Я по ней иду и знаю, что я в этом городе. Поэтому мне, конечно, это очень приятно. И для меня, наверное, книги, что мы еще ковер, ковры, путешествия. Как эти темы достать? Буфет. Это совершенно важно. Фарфор важен для вас? Конечно. Может быть, бабушкин хрусталь. А вы не делаете самим фарфор? Еще нет. Но... Пора. С легкой руки Татьяны. Вещь, вещь, вещь. Всегда пригодится. А вообще, у меня был, кстати, вопрос в продолжении того, что это я начала, что последние полтора года люди просто по понятным причинам стали проводить дома больше времени. А как вы планировали кухни и столовое пространство до того? И как вы планируете это теперь? Потому что, ну, раньше очевидно было, что многие ваши клиенты дома просто... Во-первых, дети ходили в школу, они не занимали столовой, там сейчас не было класс. Отец семьи должен был заниматься где-то на библиотеке или в лестнице. На переходе на второй этаж был оборудован его зум-студия. Мать сказала, что на поле, я не знаю, выходить тоже чуть ли не в ванную комнату, в которой вешали с обои и модуль ее жизни. Или у кого-то была своя красивая гардеробная, которая спала навсегда. Она говорит, ты знаешь, я очень часто выходила из дома на прогулку. Потом я переоборудовала гардеробную. Я вставила туда модуль, холодильник, и она прямо так сказала, говорит, мини-бар. Я поняла, что у меня в моем пространстве должен быть, я говорю, называется батлер-кона, всегда в хорошем пространстве на втором этаже. Тоже у батлера, у дворецкого есть маленький столик, так и называется, столик дворецкого, который превращается в письменный стол, в writing desk или в бар. И это такой НЗ, это лично, который может управлять хозяйкой. Там была кофемашина, чай, фарфор, любимая фотография. Я поняла все, что у меня наладилось. У меня появилось свое такое, как скажем, модуль. Такое есть. Но я могу сказать, что квадратные и прямобольные столы стали круглыми. Браво. У нас это семья. Да. Все хотят через стол общаться. Никто не хочет сидеть на углу. И мы не отвечаем. И исчезли и исчезли только понятия, как зона breakfast или питание за постером. И моя клиентка, которая пришла ко мне в начало пандемии, она сказала, я хочу быть большой итальянской мамой, когда я собираю вокруг себя большую семью, своих детей, их жен и детей. Вот это запрос. Ну так как было 70-е, так как вот здесь недалеко, в соседнем доме жила моя однокурсница, она изучала норвежский, мы пригодили к ним домой, это был большой, это была коммунальная, и мы вчера ехали по городу также, это была коммунальная комната, в которой нас принимали живущих, благополучных, в отдельных профессорских квартирах на Каменосковском проспекте. Или я же вам вчера сказала, на Желябово, это большая конюшина, в доме у Мотика было 19 коммуналок из 19 комнат, и мы все приходили к нему в 19-ю, в 17-ю комнату, и все отмечали там Новый год, свидание с Мотиком, я думаю, за него боролись все, она и однокурсница, все факт, все-таки девушки были с понятиями, он прекрасно справлялся с мотоциклом, он был хорош собой, у него были кудрявые волосы, и у них в доме был такой фарфор, которого никто никогда не видел, мы впервые держали в руке, и никто не распрашивал рогословное, никто не сепнул, никто, мы все были желанны, никто не оберегал нас от этой ценного фарфора, бабушкины вещи, осторожно, это все было абсолютно естественно, причем Мотик, ну, это было тоже так, все есть, я не знаю, кто сейчас, если кто-то смотрит, сейчас нет у них коллеги, никто не разыскивает близких, но мне было бы интересно узнать, где все эти герои моей жизни, это пинг-понг, меня обвиняли в ютубе, в последнем ролике, что пинг-понг не играют в белом костюме, и не играют в белом мечом, но пинг-понг это соцсветская, социальная, это игра единения, никто о костюме и репризите не задумывается, и в пинг-понг как раз наши турниры, и все эти чудесные еврейские мальчики, на филфарке, знаете, как было мало молодых людей, вся микро-профессорская самовеска на Островского, и откуда я вообще знаю все эти адресы, все эти прекрасные дачи профессорские с пинг-понгом и прочими вещами, поэтому дресс-код это так легко переодеться, а создать историю, чтобы можно было поговорить у себя дома, что внутри, и, может быть, не рассказывать, чтобы это где-то было чуть-чуть видно, и это успокаивает? Да, ну, да, конечно. Можно, чтобы это успокаило, можно это спрятать, можно это открыть, все. Можно приоткрыть? Да, можно показать. Можно приоткрыть, но сохранить интриги, чтобы было интересно. Вау, это красиво. Ну, я просто, я все-таки к тому вопросу, ты же знаешь, я про еду, поэтому я про... Вы сами, ну, вот в домах, которые вы планируете, проектируете, вы сами делаете кухню, я имею в виду наполнение кухни, рабочей поверхности, то, как она эргономична, или это какие-то специальные люди, которые лучше в этом разбираются, или все-таки вы достаточно универсальны, достаточно хорошо, потому что... То есть я понимаю, что вы, наверное... А вы делаете какой-нибудь ресторан? Нет, нет, это, скорее всего, не моя история, ресторан. Хотя мне было бы интересно попробовать, но пока не доводилось. Барбуль... Ну, барбуль, это другая история. Барбуль, я почему? Потому что, действительно, особенно последние два года, полтора года показали, что люди стали готовить дома. Многие стали готовить, многие поняли, что у них там условно... У меня есть пьер входа, нет, я не смогу, я бы должна готовить и продолжать готовить дома. Ну, ты живешь в гостинице, тебе, так сказать, могут номер заставлять, например, это, так сказать, все в оптике. Мы сейчас не будем ссориться. Вадим, здесь вы мне не поможете. Но вы помогли мне с этим. Скажите, да, ну вот, например, я отвечала за удобство жизни людей, которым некогда было заниматься, налаживать свой быт. Это же своего рода тоже наука, это абсолютная логистика, за этим стоит большой, чтобы человеку было на чем, как и удобно провести быт. И любой архитектор, сдавая там большой частный борт, огромный самолет частный или менее большого размера самолет в этом отеле, или яхту, плавающую, образно говоря, объект недвижимости, он всегда боялся такой статьи, как illness supply. Это он сдает удобство жизни, он сдает модуль, насытить который фарфором, серебром, стеклом, текстилем должен сам владелец интерьера. Вот здесь уже архитектор ему помочь не может, он не знает, из какой чашки пьет, из какой формы чашки и что пьет его жилая мать, когда она приезжает к нему в гости. Они не знают, ну, они не могут представить, кто кого принимает, какие предпочтения покупать, чего должно быть сколько, как это все должно работать, как часто они едят дома. Вот этим вы тоже занимаетесь? Мне это очень интересно. Это начало моей работы. Это что? С этого мы начинаем, потому что конец моей работы – это буфет, в котором стоит сервис, бокалы, виды напитков, которые потребляют, например, чай или кофе. Я поняла. И поэтому вы стали чертить. Я же вижу, что вы создаете сами эти бокалы. Это не кто из художников Пистякова. Я вижу, что вы это создаете сами. Это повар, да. Так вот, возвращаясь к вопросу кухни. Кухня, конечно же, мы советуемся с профессионалом. Конечно же, мы привлекаем к этому шеф-поваров, потому что многие наши клиенты привлекают к своей кухне поваров для приготовления. Под гест-шоу? Да, обязательно. Линейки кейтеринга домой, для того, чтобы приготовить ужин и прочее, или мероприятие. Ну, да. Но, однако, в кухне появились, типа, вытяжки, усиленные, и прочее. Вок. Вок, гриль. Японский клиент. Такое, другое. Да. Зона приготовления суши. Многое-многое. У всех разные предпочтения. Эти кухни всегда разные. Но мы всегда говорим о функционале, думаем о функционале. И этот функционал, привычки, они для каждого клиента разные. Это же трудоемко. Трудоемко. И поэтому это всегда исключительно право. Вы входите в их быт, вы входите в их личную жизнь. Да. Я знаю, из какой кружки бьет мама моего клиента. Но вы мой герой. Я знаю, из каких кружек или какие тарелки используют дети мои клиентки. Ну, что вы также заботитесь о стенах? И вы разрешаете детям рисовать на стенах? Да, и бить мечом, конечно. Да? И бить мечом? Да, да, обязательно. И залезать на том библиотеке? На библиотеку, да. На последнюю попу, где спрятан Ромеон и Кузик. Это трехлетний стенд. Да, но это совершенно новое устройство быта. И повезло вашим клиентам, повезло вашим заказчикам. Я не люблю слово «клиент». Знаете, клиент у меня такое чуть-чуть. Но я не люблю слово «клиент-заказчик». Друзья – это же семьи, которые становятся вашими… А мне нравится клиент-клиент. А я избегаю слова «заказчик». А я? Да, но это такой, может быть, экспириенс здесь больше. Я не созрел. Геннадий, но как не стесняться обнажать свой быт? Как признаться в том, что вы живете иначе? В том, что ваш быт устроен так? Так. Скажите, уходят перегородки? Вы больше… Такой open space, появляется одно единое пространство, или все равно перегородки и модули, и отдельные комнаты? Как это сейчас все происходит? Я думаю, что все зависит от пожеланий. Конечно. Я думаю, что все зависит от возраста и предпочтения. Семья, у которой трое детей – это комната для каждого сына, это мастер-спальня с гардеробом и отделом и ванной комнатой для родителей. Вот с тем прекрасным уголком для хозяйки. Да. Это библиотека, это кабинет, или библиотека и гостиная со столовой вместе. Это кухня, может быть, как открытая кухня, так и дополняющая ее закрытая кухня для того, чтобы… Индустрию. Да, 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 да. Именно так. Но это все же нельзя сейчас сказать, что мы двигаемся в историю open space или локализуемся. Опять же, последние полтора года показали то, что даже те, у кого выли опыт, те, кому показалось, что нечего скрывать друг друга. Все нужно. Люди взвыли. Люди взвыли, потому что люди находились на глазах друг другу по 24 часа. Конечно же, все стали мечтать о собственных гардеробных комнатах. Норка. Я называю это Норка. Норка. Я даже свой дом называю Нора, потому что это Норка. Скажите, а как показать свое увлечение? Как показать свои collectibles? Я знаю, что вы проектируете свои арт-объекты, функциональные арт-объекты. Вы относитесь и тоже у вас есть такая коллекция, как collectibles. Как показать свое увлечение? Как показывает это Геннадий, я прекрасно знаю. Это дисплей, это организация его увлечения. Это видно. Уместно ли показывать предмет своего интереса для collectibles? Или лучше это выделять? Как это делать? Как это происходит? Я думаю, что здесь первый шаг делает архитектор. Он показывает референсы и пытается прочувствовать реакцию на той или иной предмет. Загорается ли клиент? Видит ли он, что он в этом и так далее? Это, наверное, самый правильный подход, потому что в открытую, в холодную, как говорится, никто себя не раскроет, не покажет. Очень мало клиентов, которые с первой встречи готовы раскрыть себя, раскрыть свой бэкграунд, показать, что у него там за спиной. А вы умеете работать с ранеными клиентами? Надеюсь, что да. Раненые – это тот, кому не повезло с дизайнером. А как назвать раненый – человек, который все же хочет наладить свой быт, наладить свой интерьер, но у которого было разочарование? Это, естественно, происходит. Знаете, сколько великих имен пытались что-то выстроить в Москве, и очень многим это не удалось. Утверждение происходит очень тяжело, и советы не оцениваются. Вы умеете лечить разочарование? Разбитые сердца. Ну, если хочешь. Разбитые сердца. Я думаю, что я в какой-то степени уже умею это делать. Я думаю, что мой опыт взаимодействия с клиентами позволяет мне общаться с ними, находить вот эти вот тонкости, вот эти вот детали, где они потеряли веру и надежду. А что, вы опять открываете эту рану? Нет, я пытаюсь показать, наверное, какие-то новые грани этого. Дезинфицировать ее? Да. Да, я чищу скорее всего, не вскрываю. Они сами впоследствии пытаются об этом говорить, раскрываются в какой-то момент. Но мы пытаемся это смазать маслом, чтобы это было вкуснее, проще, мягче. Думаю, так. Ну, у вас прекрасная речь, и я вам доверяю. И, действительно, я чувствую, что вам те детали и ту замечательную прорисовку этих вокалов обратной связи. Слово «collectible», знаете, оно практически ушло из этого. Мы были увлечены всегда странными вещами. Мы отпускали бытство или вокруг быт. Могли иметь несколько сервизов. И я сама признаю, что сейчас мне удобнее было бы, может быть, иметь их более взаимосочетаемые. Все мои сервизы между собой не бьются, не работают. И это тот урок, который я выучила как раз, тоже общаясь с клиентами. Мы не можем иметь сервизную плодовую, как какой-нибудь итальянский палаццо. Где есть хозяева, уровень гостей, родственники и прочее. Идут разные бочелати, разные сервизы на разные этажи. И они никогда не покидают этажи. Мы так не живем. И сервизная плодовая у нас одна. И вы сказали об эфире серваньце. Но это может быть какой-то более современный модуль, который прокручивается. И вот это взаимосочетание предметов. Так, чтобы коллективлс тоже иногда украшали столбы. Я люблю такие коллективлс, которые у меня всегда в ходу. И мы говорили с тобой о марте 20-го. Я вспомнила, что у меня есть полочки вещей, которые я берегу для чего-то. Что вот наступит час, когда придет кто-то, и я использую эту посуду. Я вспомнила, сколько мне лет. И сколько лет уже никто не пришел на эту полочку. И теперь начинаю свой день с завтрака на всех этих предметах. Вот это правда. Мне кажется, самое потрясающее. Путешествую с вашим бокалом. И теперь это не только мой фарфор и моя чайная. Я заметила, что ты тоже с чайным на СССР прибыл. Во-первых, в который все в порядке с... И ты достал одно эпи определенного цвета, который подошел к твоему чайному на СССР. И именно этот предмет багажа приехал в Петербург. Я это все отметила. И все это бьется на твой тоттенбук. Я это поняла. Но гардеробные. Они должны быть большие. Это должны быть склады. Это должны быть эмоции. И гардеробные. И гардеробные должны быть тоже. Как выставляться. Как арт-объекты. Как collectibles. Гардероб. Это, наверное, все-таки функционал. Это комфорт. А зона ненужных вещей. Архивы. Архивы. У меня есть архивы. Я эти вещи могу... Татьяна, архивариус. Но это не мечта голодной моды. Это не настолько ненужные вещи. Это... И я знаю, что эта вещь выражалась. Я бы не могу выйти. Но я не готова с ней расстаться. И я гостила в эти выходные. Я встречалась со своей знакомой. Она сказала. Ты знаешь, вот мои еще предметы, объекты. Предметы одежды. Которые тоже являются современным искусством на сегодняшний день. Она коллиционирует. Она действительно покупает высокую моду. И это тоже коллективалось. И это было красиво. Сработало с современным искусством. И это прочел ее архитектор очень интересно. Я считаю, что в посуде, например, самое уникальное, когда есть чашка, блюдце, ложечка, пилочка. Они абсолютно разные. Но если их сложить вместе, это уникальная красота. Они разные, но они вместе. Но как это все происходит? Ну, это индивидуально. Это индивидуально. Это индивидуально, чем Татьяна все время говорит в наших эфирах, что вам не нужны большие парадные сервизы. Собирайте свои собственные сервизы из разных чашек, разных тарелок и так далее. И потом, так сказать, лучше в доме будет три разрозненные красивые вещи, чем сервиз на 12 персон. На свадьбу подарили. Которые никогда не будете использовать. Даже отдать никому. Никто не рад. Что касается вещей и collectibles, да, моя мама бескоро хранит перчатки с ее свадьбы, потому что эти перчатки напоминают о событии, когда она в узкой юбке, карандаш, выплыл из троллейбуса перед днем свадьбы и расцарапывала руки. Эти перчатки прикрывали ее руки на день свадьбы. Это память. Вот это коллектива. Да, но это семейная история, это рассказ. Это немножко другое. Это безделушки, которые мы собираем. Кто-то собирает магнитики на холодильник. Кто-то собирает сумочки Келли. Эти самые штучки от шампанского. Кто-то собирает сумочки Келли. Кто-то собирает кроссовки Мать Джордан. Не знаю, не важно. Да, это действительно. И многие просто, когда это уже, так сказать, выходит за пределы необходимого, люди говорят, ну это моя коллекция, я собираю. Я собираю кроссовки Джордана. Я собираю. Но мы собираем там еще что-то. Скажите, как... Но у тебя ведь нет, по сути, коллекции. Плохо. Не-не-не-не-не-не-не. Я просто... Я вот сейчас подумал, что ты же специально ничего не коллекционируешь. для меня про воспоминаний, кроме нашей скорой IGTV. Да. Я просто, ну вот, целапаю, целапаю. Какие-то гравировочки делаю. Бесед. Бесед. Я ничего не коллекционирую. Я просто так живу. Специальной коллекции у меня ведь нет. У меня есть коллекция открытая, которую мне присылают друзья из путешествий. Это наивно, но я рада им. Постеры. У меня есть прекрасные... Постеры. У меня есть прекрасные постеры. У меня есть прекрасные, если вы хотите, любите эти очень чудесные книги, которые никогда не будут переиздаваться. У меня есть редкие издания тех книг, с которыми я работаю. И у меня есть действительно большая библиотека. Но в моей работе без книг никак. И живя в маленьком городе, я знаю, что все оцифровано. Живя в дороге, я всегда беру две-три книги. И я могу... Я могу... Я не помню. Это мой материал. И я вчера просто вот провела два часа. Взяла книгу, которая была точно на нигде. Это авторское издание, на нигде не оцифрованное. И я нарисовала вот это прекрасное посвящение Казахстану. Тендер, в котором я участвую с ювелирным заводом в Казахстане. И это на почве тех материалов, тех записей, которые я сделала, когда я была в УМАТА, три года назад. И того архива, который у меня был как раз по этнографии Казахстана. Это моя коллекция. Моя коллекция, я ее превратила... Впечатление и опыт жизни, это же тоже коллекция. Я ее превратила в свой продукт, в свой бизнес-проект. Геннадий тоже пользуется своей коллекцией. И это его отдушина. Твоя Япония и Фарфор отдушина. Ну, я некая организация головы. Я все время что-то. В детстве я коллекционировал марки. Да, потом я коллекционировал кашмирские шали, например. Да, потом я коллекционировал китайские талисманы из нефрита. Ну и так далее. То есть, как это все время у меня было. Но, просто, так сказать, вот это вот, опять же, мы все отсылаю. Я все время отсылаю к этим прошедшим полутора годам. Это, так сказать, сидение дома и наши с тобой бесконечные эфиры. Часть из которых была как раз про фарфор. И мне самому эта тема, так сказать, что называется, зашла. Я из простого какого-то... Пришлось покупать две витрины. Да, но я этими вещами ежедневно пользуюсь. Поэтому я не могу назвать, что я их коллекционировал. У меня чашек и бокалы для шампанского. У меня их так много, они все разные. У каждого есть история. Я помню, где я его приобрела. Очень самое главное. И это мои коллекционировал. Это то, чем я пользуюсь. Это предметы моего быта. Поэтому... И просто я еще раз... Ну, люди пугаются. Они видят развозненные вещи. Я не знаю, как мы можем вместе работать. И я рада, что они испуганы. Мне это нравится, на самом деле. Но вот с меры жить по-другому. И не иметь вот такого накрытия. Я тут вся, наверное, знаю, что накрытие для всех идентичное должно быть в отеле. Это стандарт гранд-отеля. Когда сервис твой не оскорбит веры одних клиентов. И не разочарует удобство других клиентов. И не рассорит треть. В этом есть... И это искусство, действительно, гранд-отеля. И очень многие клиенты, и мои, в том числе прошлые, и мои работодатели, часто давали архитектору бриф. Ну, вот номер какой-то в таком отеле, это мой бриф. И заканчивается тем, что... В комментариях, ну, это какой-то отель. Ну, если ты помнишь, мы начинали с номера такого-то в таком-то отеле. И жизнь в отеле всем надоела. Правильно? Никто больше не хочет жить в отеле. Все хотят иметь свой дом. И впустить коллекцию, обнажить коллекцию перед гостями дома. Случайными или посторонними. Вовлечь их в эту коллекцию. Или выделить эту коллекцию с каким-то там, знаете, отдельным модом. Оставить ее за шторой. Как показывать семейные фотографии? Как их оформить? Как впустить? Ну, я, например, считаю, что если ты приглашаешь гостей в дом, то мой гость приходит к тебе впервые. Не нужно показывать, там, знаете, все удобства. Хозяйскую ванну. Если только дом не продается. Правильно? И хвастаться. А если ваш гость не риэлтор? Да. Если ваш гость не риэлтор. И вы не выставляете лот на продажу. Но мне посчастливилось. Я посмотрела в такие... Я прошлась через такие объекты, уникальные объекты недвижимости в мире. И видела организацию Пульта. И видела, где кто хранит свои частные фотографии. Это частные семейные фотографии, но они выставлены в той зоне, в которую случайный гость никогда не попадет. И вот грань между коллективной темой для разговора и твоей личной жизнью, вот эта грань, она для меня... Я ее, наверное, для себя нашла. Но мужчины, наверное, здесь есть разная реакция. И мне нравится, что в вашем разговоре с заказчиком вы умеете сложить картинку. Это же очень смелое решение. Но ты бы пригласил архитектора в дом, дизайнера архитектора в дом, если бы ты что-то хотел в нем наладить. Ну, здорово. Я почему, кстати говоря, еще спрашивал и переспрашивал... Не бываете ли Владима в Москве? Я спрашивал и переспрашивал про кухню, потому что я понимаю, что, ну, ты знаешь, у меня кухня отсутствующего метража на двух квадратных метрах, но я понимаю, что мне нужен какой-то, может быть, даже профессиональный человек, который помог бы мне эти два метра, так сказать, организовать, может быть, какие-то идеи подать. Но это именно, так сказать, люди, которые понимают эргономику готовки. Это люди, которые понимают, как расположить все под рукой, как необходимое количество, так сказать, девайсов каких-то разместить на эту точку. Но это такое, так сказать, это, знаешь, это действительно... Это искусство в искусстве, это такая ниша. Да-да, но это, так сказать, на самом деле не очень нужная мне вещь, потому что я, в общем, справляюсь как-то с тем, что у меня есть. Вот, но... Сегодня мы уже пообедаем. Сегодня это уже будет не нужно. Но сегодня это будет не нужно в любом случае. В общем, в Петербурге и Москве. Гошечу. Да, конечно, в Петербурге. Ну, не знаю, не знаю. Он был не какой-то житель. Да, но это... Ну, вообще, это дико интересно, это взаимоотношения. То есть, я понимаю людей, которые отдаются на волю архитекторы, и я ровно так же понимаю людей, которые решают, что они будут все делать сами. И в том числе, так сказать, ошибаться они будут сами, а не архитектор за ними будет ошибаться. Но, где точно нужен архитектор, и что точно не знает обычный человек, да, там, условно говоря, это же все, есть масса инженерных каких-то историй. Вот я, например, у меня какие-то шабашники делали мой квартир 20 лет назад. То есть, одна часть была сделана великим эстонцем, который, так сказать, вот 20 лет, я молюсь за то, что он сделал, и это, так сказать, не надо ничего переделывать до сих пор. Другая часть были какими-то шабашниками, которые, так сказать, ну, тогда много было таких людей, которые производили впечатление специалистов, профессионалов, но на самом деле и не были. И я каждый день, так сказать, опять-таки, я вспоминаю то, что мне делали вот эти вот там банны, ух, мне делали непрофессионалы, что там масса, там вот, если можно было сделать определенный набор ошибок, вот этот набор ошибок был сделан, плюс еще те, которые нельзя было делать ошибки. Вы работаете со взрослыми клиентами или вы находите удовольствие работать с клиентами вашего возраста и моложе вас? И так и так бывает. Ну, наверное, для меня мой клиент – это тот клиент, с которым мне очень интересно общаться. Я черпаю что-то новое. Что за новенькое? Новое. Это интересно. Это мужчина или женщина? Это семья, которая деприв делает свои необходимости или это… Всегда по-разному. Чаще всего все две семьи. И для меня семья – это ценность, и мои клиенты, семьи – это ценность. Наверное, это вызывает для меня большего важного. То есть семейные узы – это очень красиво. А дети с интересом относятся, дети семьи с интересом относятся к вашей работе, к вашей… С большим. С большим. С гигантским количеством комментариев. И пожеланий. Пожеланий. Цвет. Цвет в том числе. Обязательно. Хоть я и преследую идею, что детская должна развивать ребенка, но я помню, что детская должна быть все. Например, у моего клиента, у которого трое детей, мы сделали детские. Они не пестры. Но открывая шкаф, ты видишь бирюзовый. Открывая письменный стол, на котором, можно сказать, тройки, он видит какой-нибудь желтый. Цвет, который побуждает кушать, обедить, есть, да? Неправильное слово. Или цвет, который побуждает, расслабляет, успокаивает. Успокаивает надо. Это же очень важно. Мы исходили из характера. Понимаешь, что средний сын, он очень импульсивный, энергичный, его комната была приглушена. Так интересно. Это детали. О них можно много-много рассказывать. И в каждой семье это свои. И во весь этот быт входит еще сторонний человек. Вот в отсутствие хозяина вы иногда ходите в помещение. Я, например, очень часто прихожу в помещение в отсутствие хозяина. И я понимаю, кто эти люди и чем они занимаются. Исходя из опыта, наверное, я тоже бы сказал. Я пойму, что это бизнесмен или это музыкант. Антиквар. Антиквар. Интересно. Как вы относитесь к старым вещам? С любовью. Однажды мы шли на помойку выносить мусор. И я увидел старый ствол. Это был планета, мне кажется. Мы его забрали. Представили. Ну, это нормально. Это история. Дорого продали клиенты. Не дорого продали, мы оставили себе. Это самое дорогое. Дорогое сердце. А вообще антиквариат используется в интерьерах? Да, да, да. Не тот, который был уже у хозяев, а покупателю какие-то новые, старые вещи. Бывает такое. Отчасти многие клиенты говорят о том, что это энергия, которую я не знаю, и я боюсь. Вот это вот чушь, которую я никогда не могу понять. Какая там душа, какая у стул энергия? Нет, а бультехаупы, которые стоят в выставочном зале или которые делали, собирали некие немки на заводе. При всем уважении к бультехаупу, я владелец бультехаупы, но это не энергия. Всего касались люди и, простите, любые ремесленники работали над маркетри, над кассиной и B&B. Это все уже производилось. Сумку Келли тоже. Говорят, что часами шьют сумочку Келли. А еще если к ней лучше, то еще дороже. Понимаешь, и еще дольше. Поэтому это же тоже энергия. И сумочку Келли, может быть, ненавидят эти ремесленицы больше, чем какой-нибудь прекрасный предмет, который разрисовал, я не знаю, какую-то терапоту, керамику, которую разрисовали в начале XX века некие французы в фаянсе. То есть это будет так. И я этого тоже не понимаю. То есть все-таки в основном люди хотят новые вещи? Новый интерьер, новые вещи? Нет, 50-50. Скажите, я вижу очень много объектов искусства у вас здесь, в студии. И знаю, что они присутствуют в интерьерах. И вы создаете. Это ваши collectibles, которые вы вставляете в интерьер. Не знаю, решусь ли я спросить. Согласны ли вы с тем, что мода умерла? И что мы теперь, современное искусство, действительно там, где оно должно было оказаться, мы перестали тратить на моду, на массовые изделия в одной цене, в одном размере, в одной ткани. И мы хотим самовыражаться. И поэтому наша рука и наши глаза упираются в стены. Мы хотим украсить себе жизнь не телом, но переодеться легко. Нам есть, пошло одеться почти всем. Как вы думаете, верно, что искусство шагнуло, просто приобрело другую форму? Искусство шагнуло, наверное, я думаю, что искусство всегда побуждало. Возбуждало, не оставляло равнодушным. Мы шагнули в будущее. Это искусство, может быть, стало диджиталом. Когда вы используете флешку, чтобы увидеть какой-то ролик и так далее. Однако, это все равно вас к чему-то побуждает. Это вдохновляет или, наоборот, расслабляется. Поэтому искусство, оно все так же ценное. Но я бы сказал, что оно для каждого свое. Я говорю, каждая работа для каждого клиента, для каждого человека, она по-своему. Вы беретесь выбирать искусство для интерьеров, которые вы делаете? Или все-таки... Конечно, берут. Но... А, что за мазня? Такого, наверное, не бывает. Они так не говорят. Ну, во-первых, они не скажут, что за мазня. Подберут слова. А, что клиент? Да. Но я могу сказать, что... Нам бы таких. Ну, скорее всего. Это всегда вопрос-приметр. Вопрос, как ты сможешь объяснить клиенту философию? Или как он воспринимет эту картину? Есть стереотипы? Ну, есть ваш дар. У вас есть дар. У вас есть этот дар. Умейте разговаривать, да? Это же диалог. Умение вести диалог. Умение... Ну, слушайте... Психология работы с VIP-клиентом. Каждый ваш клиент – это VIP-клиент. Я не знаю, что это был клиент или дорогой ресторан. Я вот этого не понимаю. Я боюсь этих определений. Умение вести себя с заказчиком вашего творчества, что вы ремесленник. У вас есть всегда покупатель. И умение вести диалог, объяснить, допустить какие-то вещи, подсказать вещи на вырост – это да. Да. И он... Я это чувствую, ощущаю в вас и есть после этого времени разговаривать, общаться, слушать без одного, без какой-либо услугливости. Просто у вас есть своя точка зрения. И поэтому я поверила в ваши вокалы. И услышать вас сегодня, я знаю, после того, как вы мне объяснили, что цикл дома начинается с семейного стола, а не с фасада и не с искусственных кадок с искусственными цветами на главном входе и не с количеством автомобилей в парковке. Да? Если только ты не ставишь их в фойе... Интели? Интели – это всё такое. Интели – это только в своих коллекциях. Мы не можем пройти в столовой, не пройдя через твои, май. Вот скажи, твоё. Ну, стало, например, двумя путями, может быть, зайти. У нас отворот, если ты так уж все рассказал. Я сама начала. Я не стал, что двумя путями. Я шучу, я шучу, я шучу. Поэтому, нет, это вызывает доверие, потому что я, ну, вы знаете, консультант, это человек, который оберегает ремесленника травм со стороны клиента и клиента со стороны агрессивного ремесленника. Кто-то должен дать всегда какой-то, дать какой-то, ну, примирить или, ну, это действительно, это буфер. Буфер, должен быть буфер. Вы буфер между будущим, прошлым клиентом. Вы создаете ему настоящее, которое будет продолжаться, правильно? И от вашего, от ваших рекомендаций, от ваших цветов, от того, как вы селите детей, во многом формируются их привычки быта, их жизнь, их способности гаснут или разливаются. Дом все-таки он должен поддерживать, и он должен быть гнездом, прежде всего. И мне кажется, такое удачное время сейчас, когда мы все выучили свои ошибки, да, и мы... Но еще не отработали, не выручили, не сделали, да, не все, и не все ошибки. Но мы с тобой провели дома полтора года. Ну, не то, что мы с тобой провели дома полтора года. Это все знали. Мы провели праздник дома полтора года, но и что. Ошибки, тем не менее. Ошибки остались, ошибки. Мы не должны делать работу над ошибками? Должны. Должны. И у тебя теперь это... Должны. Я, так сказать, я несколько раз все переставлял, пока сидел дома. Я готова каждый раз, возвращаясь из поездки, все переделывать. Все переделывать. Но женщины не ошибки. Ну, я метраж. Нет, нет, это не ошибка, да. Ну, нет, ну, иногда ты понимаешь, что ты... Иногда ты понимаешь, что ты несколько лет, ну, вот, там, условно говоря, ты ходишь по квартире, делая какой-то бессмысленный крюк. Надо просто убрать с этого места какой-то предмет мебели и ходить напрямую, так сказать, как по газону протоптать дорожку. Или, я не знаю, наоборот, переставить шкаф. Потому что ты все время... Он все время открывался у тебя не в ту сторону. На другой стене надо поставить, тогда будет удобнее пользоваться. Да. Ну, масса таких вещей ведь есть, в которых ты, как бы, откладываешь их на потом. Элементарные вещи, которые ты, как раз не будучи профессионалом, наверное, не сделаешь. Хотя я однажды с удивлением смотрел, как моим товарищам архитектор построил дом, полностью оборудовал, и там совершенно замечательно. У них там, соответственно, кухня с... встроенный технику. И так умудрился встроить эту технику. Там, например, вот это все упирается в стену, и последний модуль это посудомоечная машина. И после того, как он все это сделал, он сделал еще, например, розетки. И, соответственно, вот эта вот дверца посудомоечной машины теперь, она только на 45 градусов открывается и упирается в розетку. Соответственно, посудомоечная машина стала бессмысленной, потому что невозможно ни загрузить, ни выгрузить ничего. Вот это делал профессиональный архитектор. Да, но... Наверное, такие ошибки нужно устранять на моменте... Ну, конечно, конечно. Потом взломал пол стены, переделывая это все, так сказать, оказалось, что там что-то шло так, что это невозможно уже... Ну, в общем, ну, действительно, от архитектора, от творца интерьера часто как... Это настройка бытой счастья человека. Как от хирурга зависит, так сказать, это внедрение в личное пространство, это внедрение в организм семьи, это внедрение в организм человека. Это, так сказать, это... Вы имплан быта человек, вы еще наладчик, ну, вы, образно говоря, как это называется, дизайнер, наладчик, и один из игроков быта, если вы сами в нем не участвуете, вы не можете, вы не можете, ну, вы не можете ощутить этого интерьера. А, интересно, вы возвращаетесь в эти квартиры, которые вы сделали, дома? Конечно, ведь все наконец становятся моими друзьями. Ну... Ну, даже не в этом, я просто возвращаюсь. То есть вы, да, осуществляете там, духовно говоря, авторский контроль надзором, тем, как, так сказать, как используется ваш дизайн. Ну, потому что мы знаем примеры, там, довольно выдающихся дизайнеров интерьера, архитекторов, которые, так сказать, которые фурии могут наброситься на своего клиента, если тот, там, переставил столик, там, я не знаю, вазу одну, там, справа налево переставил. То есть он, как бы, внедрился в его замысел, он нарушил этот замысел, он, так сказать, потому что он поменял картину мира. Я думаю, что это неправильно. Да нет, понятно, что это неправильно, но ведь есть такие. Правильно прийти и спустя время в эту квартиру, чтобы посмотреть... Да. И получить опыт. Как она обжилась. Как она обжилась. Что ты недоработал. Что ты недоработал. Браво, Владимир Мальцев. Правда. Спасибо, но это же правда, а не я. Это действительно правда, и мне кажется, что вы представляете уже совершенно новое поколение, вы молоды, и я заметила, что у вас совершенно другой взгляд на вы, но при этом вы современный, при этом у вас есть классика, та классика, которая вызывает доверие. Вы умеете, вы с уважением разговариваете, у вас прекрасная речь, и вы явно в этом понимаете то, что вы делаете. Поэтому я желаю вам чертить бокалы, я желаю вам настраивать вот этот быт, если вам нужны какие-либо советы. Или вам очень часто... Я, например, тоже проживу со многими архитекторами, и получается такой, как клуб, и мы можем друг друга иногда прислать интересные объекты. Если бы вы не жили в Петербурге, в каком городе вы бы жили? Да. Я очень люблю нее. Ты и он. Это энергия. Она меня заряжает. Да. Спасибо большое. Спасибо, Вадим. Спасибо, Татьяна. Спасибо вам. Геннадий. Спасибо. Да. Это был ТИФОТУ с дизайнером Вадимом Мальцевым. Мальцев дизайн легко запомните. Я все равно напомню, что есть такой Мальцов, который тоже предмет моей коллекции. Геннадий не называет эту коллекцию, потому что я пользуюсь этим каждый день. И мне нравится, что Мальцев Федор и Мальцев Вадим ведут такой прекрасный бизнес. И я желаю вам успеха в моем любимом-любимом городе. Спасибо. У нас большая команда. Это не тот, где я и мой брат. Нет, не знаю. Без команды мы никто. Все же это. Это точно. Это точно. Как однажды сказал японский философ. Городовой. Ты хорош, но твоя команда, твои друзья должны слушать тебя. Спасибо. Спасибо. Вы хороши. Спасибо. Спасибо. Ну что, надеюсь, что все-таки мы были в эфире, а сегодня у нас как-то было проблематично. Да, но интересные беседы, они иногда выбивают. Вай-фай ни в каком случае никогда не помешал ни одной нашей интересной веселье в жизни. И я верю, что существует жизнь без вай-фая. И я имела прекрасное время с вами. Я получила огромное удовольствие от разговора с вами. Потому что мне часто казалось, что то, что я делаю, это странно. Я даже не могла признаться, чем я занимаюсь. Я нашла какое-то некое выражение тюнинг-быта и прочие вещи. И не знала, как настроен их быть, чтобы людям было легко, интересно жить, и чтобы они не чувствовали отсутствие каких-то... Я называю это карусель-быта, что это все должно крутиться. А золотой ключик, не знаю, у кого должен быть, у заказчика или архитектора. Вот об этом, я думаю, он с вами может всегда разговаривать. Да. У кого же хранится золотой ключ? Всего доброго. Мы забыли выпить чай, но мы обязательно сделаем... Ну ты пила виски. Спасибо. Спасибо.